Адреса по 3-й парковой улице в микрорайоне Дружба не раз проходили по отчетам как проблемные. 23-й дом, наверное, самый сложный из них. Первый заместитель главы администрации Олег Сотник знакомится с положением дел в первую очередь здесь. Бывшее общежитие не раз перестраивалось, менялись собственники. Несколько лет назад, во время ремонта кровли, произошел массовый залив квартир верхних этажей. Пострадала электропроводка. Сегодня кровля полностью восстановлена. Решается вопрос о компенсации ущерба хозяевам пострадавших квартир. Предстоит еще ремонт в местах общего пользования и замена электропроводки. Есть некие проблемы, но решаем все. Сейчас уже в работе проектная часть. Подъезды там. Подъезды тоже подзали, тоже должны восстановить. И вообще они в таком состоянии. Надо просто к тому, что если мы сделаем электрику, то есть предполагаем начало работы в декабре этого года, да? Сроки сегодня это главное. Переносить их уже некуда. Фасады 21 и 25 домов по 3-й парковой, в общем-то, завершены. Монтируются парапетные крышки на входных группах. Работы на несколько дней. А вот по соседству на 4-й парковой улице проект благоустройства дворов охватывает сразу три дома. Озеленение, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы должны здесь все преобразить. Но жителей беспокоит старая проблема. Талые воды постоянно подтапливают дворы, а ливневая канализация не справляется. Даже вот по тротуару уже пройти нельзя. Возьмите, да, посмотрите, потому что не делал. Оно же как, зимой подморозило, утром вышло, ногу сломал. Уже проходить невозможно. Ну что ж, кажется, тут все точки над «и» расставлены. Темпы и объемы работ, как говорят в таких случаях, вполне коррелируются, то есть совпадают. Продолжение следует...